Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 11 главе книги пророка Осии. 11 глава содержит некоторое количество чрезвычайно важных высказываний, чрезвычайно важных текстов, может быть, самых важных. По крайней мере, некоторые слова из этой главы действительно можно отнести к категории самых-самых важных в Библии. Вот смотрите, начинается глава слов Бога через пророка, который говорит о том, что народ Божий – это, собственно, люди Богом спасенные, Богом выведенные из гибели, Богом избавленные. Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего. Речь идет о народе Божьем еще, ну, здесь так красиво названо юном, в сущности, еще полудиком. В эпоху выхода из Египта, где Господь, как дитя, спасает народ Божий. Обратите внимание, что эту фразу совершенно не к месту цитирует евангелист Матфей, когда рассказывает о бегстве святого семейства в Египет. Потому что здесь «из Египта вызвал я сына моего» ни капельки не является мессианским пророчеством. Это рассказ о том, как вот начиналась история Израиля. Дальше во втором стихе пророк говорит об израильтянах, смотрите, «звали их, а они уходили, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам». Он говорит о том, что вот вызвал, призвал Бог из Египта, Израиль, как сына своего, их зовут, а у них все время что-то еще. Они уходили и приносили жертву Ваалам. Вообще говоря, это, конечно, та самая картина, вокруг которой или на основе которой Господь Иисус строит ни много ни мало притчу о званых на вечере, притчу о брачном пире, где тоже, как здесь, у Осии, есть те, кого Бог зовет на свой пир, но у них находятся более важные вещи, совершенно в сущности бессмысленные, вот эти вот приношения жертв Ваалам. Повторяя эту мысль с новыми нюансами, Господь, вернее, пророк от лица Господа, или Господь через пророка, говорит дальше, «я сам приучал Ефрема ходить, и они не понимали, что я врачевал их». Обратите внимание, мы с вами говорим о книге пророк Усии, где в самом начале пророк говорит о своей жене неверной, которая там все время где-то бедокурила на стороне. И вот пророк тайно, чтобы никто не знал, посылал ей деньги на оплату долгов или вытягивал ее из долговой тюрьмы и так далее. Вот тайно, чтобы это не бросалось в глаза. И вот Бог говорит ему, это точно так же я приучал Ефрема ходить, а они не сознавали, что это я врачевал их, они думали, что, ну, оно так само собой все приключилось. Но кроме того, что это само по себе важно, еще важнее, что говорит Господь дальше, «узами человеческими влек я их узами любви, и был для них как бы поднимающий ермо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». Бог говорит о том, что он привлекает к себе народ узами человеческими, узами любви. Потрясающие на самом деле совершенно слова, потому что мы все, кстати говоря, вплоть до целой кучи библейских авторов и редакторов, считаем, что Бог влечет нас узами, не знаю какими, или узами закона, или узами жестокости, строгости, там, чего угодно, чего угодно, что Бог приказывает и карает провинившихся, или еще что-нибудь в этом вкусе. А Бог открывает нам, на самом деле это все не я. А если я, то я влеку людей узами человеческими, узами любви, узами таких отношений, в которых есть и радость, и благодарность, и сострадание, и взаимопомощь, и солидарность, вот все что угодно, узами человеческими влек я их узами любви. И тоже мы имеем право и даже, может быть, должны отнести эти слова далеко не только к избранному народу, но и ко всем остальным народам земли. И поэтому, вот Бог, когда он говорит о том, что я влек их узами, человеческими узами любви, дальше он сразу говорит о том, что нет, катастрофа не будет окончательной, не будет фатальной. Вот я влек Ефрема узами любви, не возвратится он в Египет, но Ассирия, Ассур будет царем его, да, и падет меч на города, но все-таки это не будет окончательным уничтожением. И вот потрясающие, может быть, самые важные слова, мы здесь видим с вами в 8-9 стихе, «Как поступлю с тобой, Ефрем, как предам тебя Израиль?» говорит Бог, как это для него возможно. «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Вот что Бог говорит о провинившемся перед ним, предавшем его избранном народе. «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Ну, в свете разных догматических благоглупостей, которые возникали в умах христиан за последние две тысячи лет, в первую очередь нам необходимо снова и снова ткнуть себя носом вот в эти слова. «У Бога есть сердце, у Бога есть жалость, Богу жалко, Бог способен пожалеть, сострадать». Когда и говорят, что он сидит на вершине горы, бесстрастный, как бодхисаттва, прости Господи, это клевета на Бога. Бог обладает сердцем, и он жалеет. «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Речь идет о том, что народ Божий так оскорбил Бога, так, в общем, превратил в ничто и разрушил свою жизнь. Все, на чем она строилась, что тут кроме гибели, ничего уже дальше следовать за этим не может. Но жалость Бога возгорелась в нем, повернулась в нем сердце его, и это меняет все. Бог говорит, не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, потому что я Бог, а не человек. В чем разница? Что значит Бог, а не человек? А разница в том, что для Бога его жалость, вне всякого сомнения, важнее его гнева. Вот что такое Бог. Это тот, для кого жалость важнее гнева, для кого жалость важнее, если хотите, справедливого возмездия, важнее справедливости. Вот, я Бог, а не человек, поэтому, говорит Бог, я не буду тебя истреблять, поэтому я не войду в город. Он говорит о том, что вот там царь ассирийский войдет в город и своим мечом там будет махать, буянить и хулиганить. Но это не будет окончательной гибелью, потому что сердце Бога повернулось от жалости, и он сам не войдет в город. Напомню, что все-таки для этой культуры, где складывается этот текст, характерно представление о том, что не может человек увидеть Бога и не умереть, что все, что входит в непосредственное соприкосновение с Богом, сразу сгорает без остатка. Вот Господь говорит, нет, я не войду в город. И тогда, говорит Бог, во след Господа пойдут они, как лев он даст голос свой, встрепенуться из Египта и вернуться из земли ассирийской. Вот Господь говорит о том, что он по-прежнему, как он влек Израиль из Египта узами человеческими, узами любви, так и здесь узами любви, узами жалости, сострадания. Он хочет увлечь за собой людей. И эта жалость, сострадание, милосердие Бога, вот это будет голос, как голос львины, который действительно восстановит этих людей. Субтитры создавал DimaTorzok